Очень много интересного у нас происходит в Днепре, потому что Цикавый Днепро, бро! Так вот, про Цикавый Днепро, бро мы и поговорим. У нас в студии уже гости, заждались Людмила Биланова, это автор проекта Цикавый Днепро, бро, эксперт Ассамблеи культурного обмена Украина, и Анна Жихарева-Толстик, тоже автор проекта, председатель Ассамблеи культурного обмена Украины. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас уже было несколько дней назад, интересное включение, мы рассказывали совсем немножечко о проекте, но сейчас у нас есть возможность поговорить подробнее. Как появился Цикавый Днепро, бро? Наверное, начну я. Всем доброе утро. Проект на самом деле витал давно. И, конечно же, все такие творческие идеи возникают тогда, когда общаешься с творческими людьми. Так и произошло, когда мы общались с молодым поколением, это со студентом, с лидерами мнений, достаточно многих вузов. И тогда возникла идея, почему бы не подойти к рассказу о нашем городе через блогерскую сферу. Это сейчас актуально, это сейчас на пике, это сейчас смотрят все. И именно студенческая волна заставила меня задуматься, почему бы мы не можем вот таким образом зайти. Можем, как оказалось. Тем более есть чем гордиться, есть что показать. И хотелось бы популяризировать и всей Украине рассказать о том, какой у нас город Днепр. И, конечно же, когда возникла идея, мы обратились в культурную столицу Днепра. Очень радует, что именно они поддержали нас, они вовлечены, они дали нам вот этот толчок, который мы и сейчас будем уже скоро реализовать. Давайте проанонсируем и поговорим более подробно, какой форматика в Днепро-бро. О формате. Фишка в том, что мы собираем 7 человек, 7 блогеров, инфлюенсеров с разных городов Украины. Не из Днепра, конечно же. Все эти люди работают, скажем так, в разных сферах. Это и спортсмены, это и политические обозреватели, это и фэшн-дизайнеры, это и спортивные студии. То есть, ну, очень-очень разные такие направления. Они как делегация приезжают в город, мы их приглашаем. Два дня они здесь, даже три дня они здесь живут. И все эти три дня насыщены каждую минуту, каждую секунду экскурсионной программой. Но экскурсионная программа, которую готовят сейчас шесть команд университетов в формате квестов, перформансов, каких-то гитарных посиделок, каких-то викторий. То есть вы их заставите влюбиться в Днепр побольше. Да, мы хотим сказать... Потому что потом они стали нашими посланниками вовне. Да, мы хотим, чтобы они уехали и сказали, послушайте, ну, во Львове классно, мы там были много раз. В Киеве прекрасно, это столица, и там тоже много всего интересного. Но так текавые огни прещения было не да. А как вы отбирали инфлюенсеров? По каким признакам? Вы знаете, мы отбирали вот таких контентных людей, которые были согласны приехать без гонорара. Потому что это вот тоже важно. Знаете, у нас нет каких-то огромных денег, мы не можем платить 10 тысяч евро за то, что человек просто приедет. Ну и потом, если человек приехал за гонорар, и дальше мы понимаем, что он несет свою мысль тоже за гонорар. Нет, да, но нет. Это про другое, да, да. И поэтому мы огромному количеству людей написали в сети, да, это было порядка 200 человек, ну, тех, у которых большая аудитория, тех, которые, знаете, чувствуют, что они накрученные подписчики, чувствуют, что они с ними живут, что у них классный контент про добро, про позитив, про интересное и про то, что каждый из нас созидатель. И вот таких людей мы выбирали. Все те первых 7 человек, которые откликнулись, по географии еще смотрели, очень хотят, чтобы был кто-то из Западной Украины. У нас есть и Луцк, и Тернополь, вот есть и Киевляне, есть и Славянск, поэтому вот такая интересная история. Вот было упомянуто, что экскурсионные программы готовят вузы. Да. Почему так неожиданно вузы, то есть не специальное экскурсионное бюро? В том-то и фишка, потому что именно студенты, именно молодое поколение, они могут показать наш город таким, каким мы не привыкли видеть его мы. Студенты, общаясь с блогерами, студенты некоторые сами пробуют себя в блогинге, они именно предложили нам интересные подачи через квесты, через перформансы, как сказала Анна. Но у них другой взгляд, и мы очень гордимся тем, что они любят наш город, любят то, что происходит, изменения. Они следят за изменениями, и они, как никто, много таких вот классных идей, которые они хотят воплотить в жизнь. Почему бы и нет? У нас есть возможность пообщаться, кстати, вот с блогером Тарас Нестеренко, блогер проекта «Цекавый Днепро Бро». У нас на включении. Тарас, здравствуйте. Доброе утро, вы на связи? Вот что-то вроде подсказывает, что вы на связи. Да, добрый день, Саша. Вы из какого города, Тарас? Города Киев. Вы из Киева. Вы получили приглашение стать инфлюенсером проекта «Цекавый Днепро Бро». Почему согласились, чем руководствовались? Это новый опыт, во-первых. Во-вторых, мне все, что касается какого-то... Показать город, показать... То есть такая взаимная выгода. А каким должен быть город, Тарас, чтобы он вас заинтересовал? Вы можете сформулировать? Молодые люди, типа или блогеры, это такая балованная прослойка в интернете, которая... Нет, на самом деле... Да, да, да. Продолжайте. Смотрите, в целом, если смотреть по Украине, мне не имеет значения, какой город. В любом случае, я как бы... Меня, в принципе, если пригласил бы самый маленький какой-то городок, просто представить, показать, какой есть он классный там город. Какой-то... Ну, в принципе, в целом, это как популяризация... Тарас, ну, я хочу сказать, признаться к вам, что я являюсь вашей подписчицей. По определенному портрету город. Тарас, я являюсь вашей подписчицей. Вот скажу, как есть. Мне очень нравится тот контент, который вы выкладываете. Вы выкладываете в ТикТок, вы присутствуете, да, если я не ошибаюсь, вот регулярно смотрю, очень позитивный вы человек. Скажите, пожалуйста, давайте в целом про... В Инстаграме так. Да, ну, я просто меньше присутствую в Инстаграме, поэтому говорю о том, что знаю. Какой контент сейчас востребован от украинских блогеров? У нас сейчас видеоконтент. То есть, без разницы, какой там вы будете создавать тематику, у вас там сферы... Сейчас вот эти короткие ролики, они как бы на первом месте. Ну, это сейчас идет тренд из ТикТока. То есть, люди любят получать быстрые эмоции. Посмотрели ролик, получили какие-то эмоции. Кто-то негативный, кто-то позитивный. То есть, ролик должен вызывать какие-то эмоции. Но в этой сфере в продажах работаю давно, и как бы я уже как рыба в воде в этой сфере. Поэтому мне было интересно, как-то я начал это, оно зашло, и, в принципе, как-то оно гармонично смотрится. То есть, как от меня рекомендация, просто нужно делать то, в чем вы гармонично, органично смотритесь. И смотреть на тренды какие-то. Что людям нравится, то и нужно снимать. Потому что, если смотреть на Инстаграм, раньше же как, там на фотографиях все базировалось. Сейчас оно как бы переходит на новый этап, более видеоконтент выходит на первое место. Но вы замечали какую-то волнообразность, что прибывает подписчиков? Потом что-то вы, возможно, не так сделали. Или вообще ничего не делали. И вдруг подписчики куда-то, вот их смыло, да, волной какой-то. Их надо возвращать и наверстывать. Бывает такое, с чем вот вы связываете? Смотрите, бывает такое, что, ну, не отписывается, ну, отписывается всегда. Это же, как бы, не секрет для блогеров. А есть такое, что когда есть одинаковый приход в каждый день, а есть такой, да, действительно, вот выстрел такой, приход, когда, допустим, ты выставишь какой-то ролик, который вот прям зайдет в сеть, аудитория на более широкую. Вот, кстати, вчера я выставил ролик, который зашел на большую аудиторию. Там уже 3 миллиона просмотров. Ну, взяли и похвастали. То есть нужно, я для себя тоже понимаю, что может зацепить людей, но... Зря. Смотрите, я просто уже, как бы, изучил вкусы людей, своей аудитории. Но иногда же бывают такие, знаете, идеи, которые хочется показать. Я понимаю, что они особо, может, не зайдут, но хочется показать, потому что не всегда нужно, как там, юмором брать, нужно, как бы, еще, может, чуть-чуть познавательного контента давать людям, потому что я, как бы, преследую цель не только смешить людей, и хочется давать какие-то полезные знания. То есть для продавцов всей торговли, я думаю, это будет большой плюс. Мне кажется, что мой контент, как бы, для людей, для тех, кто хочет улучшить свою бизнес-выручку, улучшить. Ну, на самом деле, как человек, который долго работал в рекламе, я именно поэтому оказалась вашей подписчицей. Мне было интересно, как это видите вы. Тарас, какого числа вы будете в Днепре? Пятого. Так, ну, я хочу сказать, что с удовольствием увидела бы у нас вас в нашей студии, поэтому, если будет возможность заходить, я буду говорить, а-а-а, это Тарас, это Тарас! Я подыграю. Спасибо большое, Тарас. Хорошего вам дня, будем вас ждать, и надеемся, что, уверены, что город понравится. Тарас Нестеренко, блогер проекта «Текавый», «Днепро Бро», и еще немножечко об украинской благосфере. Вот мы с вами об этом все-таки говорили, а, знаете, мысли продолжают крутиться. Украинская благосфера, она отличается от другой? Думаю, да. Думаю, да, и украинской благосфере как раз и не хватает вот этой вот культурной ниши, которая популяризируется во всем мире. Больше бы хотелось говорить о проектах, больше хотелось бы говорить об искусстве, о музыке, о классике, о том, что вдохновляет, и о том, что на протяжении всего, всей вечности остается у нас в контенте. Ну, вот я где-то соглашусь, потому что по тем блогам, которые я вижу на украинском языке, большей частью они все-таки политизированные блоги. А вот то, о чем вы говорите, блогов об искусстве, на украинском очень-очень мало, и сейчас кто-то должен просто спохватиться и сказать, так вот же оно, вот та идея, которую я так долго искала. Занять нишу эту. Да, занять каким-то образом эту нишу. А как у нас сейчас вот раскрутиться блогеру? Вот об этом можно поговорить? Я думаю, что есть такие какие-то базовые вещи, о которых, ну, как в маркетинге, да, в пиаре, и с блога сферой работает все точно так же. Нужно в любом случае постоянно быть в качественном нетворкинге. В нетворкинге ты понимаешь, какие сферы, какие тренды сейчас на слуху, в каких мероприятиях, в каких оффлайн-мероприятиях можно засветиться, да, участвовать в таких подобных проектах, как вот у нас. Звонит компания, звонит, вернее, организаторы из Днепра, говорят, мы вас кормим, мы вас селим, мы вас кружим, мы вас приглашаем, мы вас отрабатываем тегами. Приезжайте. Идти на встречу, идти, говорить о себе, говорить с позитивом, и после этого знакомиться с другими блогерами. Вот такие проекты, ну, это же тоже нетворкинг, качественный нетворкинг. И потом уже от вашего контента, от вашего настроения, от вашей вежливости, от вашей сочности постов будет зависеть то, как много людей. Вот сейчас на вас подпишутся. Сейчас у всех тех блогеров, которые к нам приедут, да, а это разные аудитории, у них есть уникальный шанс понравиться аудитории соседа. То есть приедет девочка из Славенска, у нее 170 тысяч подписчиков, и она понимает, что харьковчанка, которая с ней вместе будет делать какой-то контент здесь, и те 200 тысяч подписчиков, которые в Харькове есть, можно их завоевать, вот этой девочке, которая будет из Славенска. Тарас, киевские подписчики, ну, украинские, да, тоже понимает, что, например, едет к нам файный блогер из Тернополя, Саша Хама, и можно просто покорить Тернополь тем, что вот они вместе заколлаборируют. Так интересно, помните, появлялись такие проекты, не в Украине, правда, как блогер-хаус, да, а здесь блогер-таун. Ну, да, простите. Что-то такое. То есть, вот, по большому счету, это как раз и ЦК в Днепро-Бро. Еще хотелось бы добавить, что по формату немножко не закончили, ушли в какой-то конкретный вопросик. Мы же это делаем в формате конкурса, то есть команды, они хотят победить. И команды, мы в конце, в конце второго дня, мы приедем все к вам на Днепр-ТВ, уже договорились за студией, вы нас будете ждать, мы очень рады, очень вам признательны. И блогеры здесь вынесут вердикт, какая же команда была самой сочной, какая экскурсия произвела неизгладимое впечатление, и какой команде мы отдадим сертификат на 5000 гривен. Спасибо большое. Ну, всегда. Студия у нас открытый микрофон, открыта студия, тем более она открыта для по-настоящему интересных проектов. И ЦК в Днепро-Бро, это как раз про интересные проекты, друзья. Ну что ж, у меня в студии Людмила Биланова, автор проекта ЦК в Днепро-Бро, и эксперт Ассамблеи культурного обмена Украины и Анна Жихарева-Толстик, соавтор проекта ЦК в Днепро-Бро и председатель Ассамблеи культурного обмена Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова